Как мыслит потребитель? За что нужно благодарить Эльма Льюиса? И где у вашего клиента красная кнопка? Меня зовут Владимир Белоусов, я сертифицированный коуч, бизнес-тренер и практик. И сегодня я расскажу вам, как сделать вашу первую презентацию на миллион. Вашу презентацию условно можно разделить на две составляющие. Это эмоциональная и рациональная часть. Причем, как мы с вами уже знаем, эмоциональная часть играет огромную роль в принятии решения покупки товара или услуг. Именно под воздействием эмоций клиент принимает решение покупать или не покупать тот товар или услугу. Поэтому в вашей презентации так важен индивидуальный подход. Изучите вашего клиента, его хобби, его привычки, манеру принятия решений. Рациональность в продажах это ваше умение соединить свойства вашего товара с выгодами вашего клиента. Умение отцифровать ваше предложение и упаковать его в эмоциональную упаковку. Другими словами, это прибыль от полученной сделки плюс удовольствие от ведения бизнеса и партнерства с вами. Итак, за что необходимо благодарить Эльма Льюису? Хотя бы за то, что он привнес в мир маркетинга и продаж модель Аида. Это модель потребительского поведения, которая описывает путь потребителя от идеи до покупки вашего товара или услуг. Используя эту модель, вы можете усилить вашу презентацию и показать клиенту самые главные выгоды, которые несет ваше предложение. Суть этой модели достаточно проста. В первую очередь, вам необходимо привлечь внимание клиента. Вторым этапом вам необходимо вызвать интерес. Сообщите клиенту ту информацию, которую он не знал о вашем товаре либо услуги. Третий этап – это вызвать желание клиента сделать покупку. Здесь вы должны показать, как ваш товар удовлетворяет его потребности. И в конце концов, покажите клиенту, как просто купить ваш товар. Никакой магии. На самом деле, модель Аида – это сочетание вашего профессионализма, креатива и маркетинговых знаний. А теперь мы переходим к основному блоку. И сейчас я расскажу вам 8 действенных моделей, как сделать вашу презентацию более результативной. Итак, первое, что вам необходимо сделать – это найти красную кнопку вашего клиента. Вы спросите, что это такое? Это то, что действительно имеет значение для вашего клиента. То, на что направлен фокус его внимания. Как это сделать? В первую очередь, задавайте вопросы. Спросите у клиента, что его беспокоит, как продвигает своего дела, как его бизнес. И слушайте. Только после этого, определив фокус внимания вашего клиента, определив красную кнопку, вы сможете сделать презентацию на миллион и продать то, что нужно клиенту прямо сейчас. Сместите фокус себя на клиента. Покажите ему вашу заинтересованность в нем. Таким образом, вы сможете продать идею удовлетворения его потребностей в первую очередь. Третье. Связывайте свойства вашего товара с выгодами, которые он в себе несет. Связывайте в вашей презентации эмоциональную и рациональную часть. Четвертое. Покажите клиенту, кто здесь босс. Запрашивайте у клиента больше обратной связи. Превратите вашу презентацию в диалог. Уйдите от монолога. Тогда вы сможете сделать презентацию более эффективной для вашего клиента. Пятое. Для того, чтобы усилить вашу презентацию, используйте так называемые социальные доказательства. Что говорят о вашем товаре в медиа? Какие рейтинги он занимает на мировой арене? Будьте для вашего клиента доктором, который опирается на мировую статистику, имеет десятки мировых международных дипломов, а также сотни проведенных успешных операций. Шестое. Снижайте страхи клиента. Страхи – это барьеры, которые клиент возводит между собой и вашим предложением. Он не уверен в том, что товар будет действительно продаваться. Он не уверен в том, что товар настолько хорош, как вы о нем говорите. Покажите ему обратное. Будьте убедительны. Трансформируйте его эмоции и опасения в предвкушение будущего результата от вашей сделки. Седьмое. Используйте визуализацию. Материалы о продукте, видеоролике, образцы. Если есть возможность, проведите дегустацию. Но перед этим уточните, какие сорта вин предпочитает ваш клиент, для того, чтобы попасть в точку. И помните, визуализация усиливает вашу презентацию. Восьмое. Покажите клиенту первые простые шаги, которые вы сделаете вместе с ним, для того, чтобы ваш товар продавался. Сделайте продажу для клиента максимально простой. Моя рекомендация вам регулярно проводить аудит по этим пунктам. Оцените себя по каждому пункту от 1 до 10 и стремитесь к совершенству. В описании к этому видео я оставил для вас несколько полезных подарков. В первую очередь, это 9 способов завершения сделки, а также список полезной литературы, которая необходима каждому продажнику. И помните, ваша продажа и качество вашей презентации лежит в плоскости вашей убежденности. Уверен, что это видео станет еще одним шагом на пути к вашему профессионализму. Подписывайтесь на мой канал, для того, чтобы оставаться в курсе актуальных новостей. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok